Капли дождя Капли дождя Может это я, а может это ты Может быть любовь, может быть любовь Не узнали мы Ласковая моя, нежная Руки твои держу, слов не нахожу Ласковая моя, любимая Были мы с тобой, кто всему виной Ласковая моя, нежная Руки твои держу, слов не нахожу Ласковая моя, любимая Были мы с тобой, кто всему виной Я обещал это навсегда А я все прощал, говорил ерунда Прошу, подари мне летние дни Кто не прав? А ну-ка все вместе! Объясни! Молодцы! 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 Чай! Молодцы! Люб fingers run Нет, Сергей начинает. Я хочу, чтобы Серёжа... Ребята, Сергей начинает, а все поддерживают. Серёжа! Ласковая моя нежная, Руки твои держу, слов не нахожу. Ласковая моя любимая, Были мы с тобой в силу. Ласковая моя нежная, Руки твои держу, слов не нахожу. Ласковая моя любимая, Были мы с тобой в силу. Ласковая моя нежная, Я подпел вам, боже мой! Вот они, титаны! Титаны шоу-бизнеса, наконец-то, объединились. У нас легендарный дуэт «Чай вдвоём». Стас Костюшкин, Денис Клявер. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Добрый вечер. Каждый из вас отдельно большой артист, но когда вы вместе, вы просто целая вселенная нашей истории музыки. А я бы сказал, каждый из нас больше тебя просто. Ну, слушай, красиво же сказал. Комично смотрится, конечно, чуть-чуть. Ну, кто не может доминировать голосом, доминирует ростом. Да, так и есть. Понимать тебя. Коль, отправляй их сюда. Ребят, я очень счастлив, что вы пришли. Спасибо огромное. Спасибо, Коль. Вы видите перед вами 98 экспертов. Это на самом деле очень ответственно. Спасибо, дорогой жюри, что поддержали нас. Я могу сказать, что вне зависимости, сколько ты существуешь на сцене, сколько ты даже поешь эту песню, все равно очень волнуто и приятно. Просим вас стать нашими экспертами на время этого выпуска. Так что вас приглашаю на нашу стену к Сергею Лазареву. Спасибо. Серега, встречай. Добрый вечер, друзья. Песня – это универсальный язык, на котором говорят во всем мире. Сегодня диалог на нем будут вести одновременно сто собеседников. Но, несмотря на это, вы поймете каждое слово и даже сможете присоединиться. В эфире самое масштабное вокальное шоу «Ну-ка, все вместе!» Позади меня расположились вокальные филологи. Эксперты, которые не просто досконально знают песенный язык, но и сами создают новые диалекты. Это невероятное жюри нашего проекта. Среди них представители всех существующих жанров и направлений. Авторы, исполнители, композиторы, преподаватели, фонеаторы, обладатели различных премий и настоящие легенды музыкального мира. А руководит ими бессменный лидер «Сотни» – музыкальный полиглот Сергей Лазарев. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, друзья! Привет, Сотни! Да, действительно, все мы здесь на стене говорим на одном языке – на языке искусства, что позволяет нам работать максимально слаженно. Ну, в большинстве случаев. Все, что остается участникам – это просто выйти на сцену и поразить нас своим талантом. Ну, а мы уж их обязательно поддержим. Удачи всем участникам! Удачи, Сотни! АПЛОДИСМЕНТЫ Наши правила просты. Каждый участник должен спеть так, чтобы эксперты встали и присоединились к нему. Сколько человек на стене стоят, столько баллов получает вокалист. Трое лучших занимают места лидеров, но только двое проходят следующую стадию – полуфинал, где их ждет дополнительный отбор. А если победят и там, то в финале разыграют почетное звание победителя сезона и большой денежный приз – 5 миллионов рублей! АПЛОДИСМЕНТЫ А также от нашего информационного партнера радиостанции «Новое радио» победитель получит сертификат на создание оригинального сингла и ротации его в эфире «Нового радио», где звучат только суперхиты и суперновинки. Эксперты готовы встретить первого участника, а он готов попытаться поднять всю сотню. Мы начинаем самое народное вокальное шоу страны. «Ну-ка, все вместе!» АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, было бы здорово, если бы в каждом выпуске выходили представители всех жанров. Не, ну это интересно. Ну у нас практически всегда чтобы обязательно был один академист, один народник. Академист. И шесть эстрадников. И шесть эстрадников, как всегда, да. Ну как всегда это бывает. Ну, народников гораздо меньше и академистов гораздо меньше. Народников много, просто они стесняются. Я знаю только одно, что я уже понял концепцию нашего юбилейного сезона. Сюрпризы будут точно. Я хочу, чтобы кто-то вышел сейчас и открыл в сердце мне. Своей любовью и своей открытостью. Здравствуйте! Меня зовут Вероника Лесик, мне 19 лет, я из города Рязани. Забавная история. Я начала заниматься вокалом именно потому, что моя мама ругалась на меня, что я мешала ей спать. Мне было года три, и она просто за руку потащила меня в детский музыкальный театр в нашем городе, чтобы наконец-таки отдохнуть от такой назвоиливой меня. Вот так вот и началась моя карьера. И как-то из вот этого странного ребенка я пришла вот к такому вот образу. Это довольно популярное сейчас направление. По сути, это кей-поп. Я очень люблю корейскую тематику, корейские группы, слушать разную музыку. На данный момент я закончила музыкальный колледж и поступила, исполнила свою мечту. Я поступила в Российскую академию имени Гнесин. Помимо сольных выступлений, я также выступаю с коллективом моих любимых девочек, с которыми мы являемся лучшими подругами. Так что я обладаю навыками не только сольного певца, но и работников группе. Я пишу песни. Я писала песни для детей. С ними выступали на многих программах. Сегодня со мной будет моя семья и мои друзья, которые меня очень поддерживают. И я им за это крайне благодарна. Я надеюсь, что экспертам понравится мое выступление и будет реакция типа «Уй, ты какая миленькая!» Ну, опять же, мы не знаем, но я постараюсь сделать все для этого. Я очень творческий человек еще с детства. Я очень надеюсь, что наши эксперты это заметят и оценят. Здравствуйте! Меня зовут Вероника Лесик, мне 19 лет. С самого детства я мечтала спеть на большой сцене и я очень рада находиться сегодня здесь. Какая-то умная молюська. Даже не могу представить, что она может спеть. Но что-то будет такое поп и, мне кажется, темповое. Не знаю, но она выглядит так, как будто сейчас будет что-то за пределами формата того, что мы видим. Ну, очень интересно сейчас. Да, очень. Это интригует. Что такое счастье на твоих запястьях? Снег, снег. Сердце пьется чаще. Я все это видела во сне. Во сне. Ну, скорее всего, это ее первый конкурс. Туман, колыбельную даман. Мирно пополам, жизнь пополам. Все изменило навечно наше случайное встреча. Ну, розовый вкус и тор. Пусть мы разные люди, У нас разные судьбы, Но только с тобой мне Холодно не будет. Нет, холодно не будет. Пусть мы разные люди, Но влюбленных не судят. Этой зимой мне Холодно не будет. Что такое чудо? Это когда чувство Она может не доносит, Только ей особо доносить нечем, к сожалению. Люди вы цените, Ведь любовь в дефиците Вполне. Ой, ей неудобная тональность Куплетов. О-о-о-о-о Все изменило Наверное, Распадает репетар Хорошо ей подходит. 19 лет. И мы разные люди, У нас разные судьбы, Но только с тобой мне Холодно не будет. Нет, холодно не будет. Пусть мы разные люди, Но влюбленных не судят. Этой зимой мне Холодно не будет. И мы разные люди, У нас разные судьбы, Но только с тобой мне холода не будет Нет, холода не будет Пусть мы разные люди, но влюбленных не судят Этой зимой мне холода не будет Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, сколько баллов набрала Вероника Лессик Которая открыла этот отборочный тур О, 69 баллов, это прекрасный результат И я точно знаю, дорогие телезрители В этом пятом юбилейном сезоне вам холодно не будет Ирочка, ты просто подарок, ты всегда подарок Обожаю тебя, прекрасно выглядишь, роскошное платье Я не знаю, что вы со мной сделали, но вы подарили мне такую улыбку Я не знаю теперь, как ее со своего лица убрать Ну, светлое выступление, спасибо вам за это Мне очень понравился ваш голос Конечно, в нем есть очень много детских каких-то ноток Но я уверена, что у вас будет шикарный голос, когда вы будете взрослыми Он окрепнет у вас Когда вам холодно не будет, у вас появится шикарный голос А так, спасибо вам за такое чудесное, доброе, теплое открытие этой программы И, ну правда, я не могу сейчас сформулировать, что вы со мной сделали, но я улыбаюсь Я очень надеюсь сохранить эту улыбку до конца программы Ирочка, ну это же прекрасно, что ты улыбаешься А самое главное, я когда шел сначала подумал, боже мой, где же Лена Катина сделала такую шикарную пластику Да-да-да-да-да Ну что ж, Евочка, ты тоже стоишь Тоже понравилось выступление Вероники Ты как эксперт, как человек, который стоял там Мне очень понравилось ваше выступление, да, и я хочу сказать, вы прекрасно выглядите, вы прекрасно держались А скажите, пожалуйста, это ваш натуральный цвет волос? К сожалению, нет, но весь объем мой Вам безумно идет этот цвет волос, вы очень органичные Я вам желаю, чтобы вы сегодня еще раз покорили нас своим выступлением Еще хотя бы Спасибо Да, спасибо Такой красивой девушке, конечно, нужны хорошие слова Хоть он и в красном квадрате, но все равно он найдет, я думаю, как ему выкрутиться Марко Джакому, музыкальный продюсер Ты очень классный, милый, рыжий котик Это настолько прострелило, очень крутая энергетика, очень цепляешь, очень влюбляешь Но мощи, изюминки в самом вокале мне не хватило, ну, к сожалению, какая-то такая история А вот Максим Завидия, тоже участник, стоит и наслаждается вами Макс, ну, хвали девчонку Ты вправду чувствовал себя очень комфортно в этом образе, в этой песне, на этой сцене И для тебя это точно такое красивое начало твоего творческого пути Я уверен, ты будешь еще много чего создавать и нас радовать в будущем Обещаешь? Конечно Голос красивый, все у тебя есть А, как мы говорим, самое главное, что ты еще молода, еще столько всего впереди у тебя, спасибо Хватит завидовать Завидия Ну, так как я вижу, что из коллектива «Чай вдвоем», так как вы пришли как «Чай вдвоем», встал Денис Клявер, то его и спрашиваю Да, Вероника, здравствуйте, очень приятно, спасибо вам большое за такое яркое лично для меня открытие Потому что мы с Астасом, когда вот в самом начале выступали на этой сцене И программа замечательная, мы ее все любим, мама моя все время смотрит, переживает, я тоже периодически поглядываю Это, конечно, грандиозно, волнительно, когда ты человек еще начинающий, выходишь на такую сцену Сегодня я воочию это вместе с Астасом почувствовал, когда мы стояли там, и перед нами была эта стена, где сто профессионалов на тебя смотрят Даже в нашей ситуации понятно, что они коллеги наши, понятно, что мы вроде уже состоявшиеся артисты Все равно испытываешь какой-то... Тогда вы должны называться не «Чай вдвоем», а «Чифир вдвоем» Хорошо, Калюк, пускай так Ну мы, да, с учетом нашего возраста... Настоявшиеся артисты Вот, да, но вы, во-первых, вы открываете Вам только всего 19 лет На мой взгляд, у вас есть индивидуальность, а это самое главное для артиста Я вас запомнил по-хорошему Спасибо вам большое Сергей, а ты-то что сидишь? О, наконец-то у Лазарева появились достойные охранники Я сижу, Вероника, потому что чуть-чуть рисковат был тембр, и это немножко ухо резало Просто, наверное, надо поработать чуть-чуть над прикрытием звука Возможно, это в силу возраста Вот такой вот звонкий, вот детскость, да, такая звонкая у голоса Она чуть потом, поверьте нам, она потом уйдет Я тоже, как соловей, пел таким звонким голосом, а сейчас как-то уже... В любом случае, мне показалось, что это хорошее, яркое, солнечное выступление Вы, как яркое солнышко, сегодня открыли наше шоу, спасибо Сергей, я за тебя сегодня волнуюсь Волнуюсь за тебя Я сегодня на пиджаке микросхемы, вдруг они глючить начнут Ну, пока они глючат Главное, чтобы чаем не залить Главное, чтобы не закоротило Мы замкнем, если что-то Ну что ж, с результатом 69 голосов Мы провожаем Веронику Лесик в тройку лидеров Прекрасное начало отборочного тура Нет, для нее хорошие 69 баллов Очень хороший балл Знаешь, я ездил однажды на вокальный конкурс Не готова вообще Потому что это был оперный вокальный конкурс И я, кстати, стал дипломатом на нем Неожиданно Да, правда, в Румынию поехал И мне говорят Я разговаривал с одним джазом-пианистом Я говорю, слушай, я так боюсь Он говорит, не важно Ты выйдешь на сцену А с нее ты выйдешь Уйдешь уже на два уровня выше, чем ты был Как бы ты ни выступил Действительно, да Не важно, как ты выступил Но вообще, да, это все же опыт Это да Ты переламываешь себя И уходишь уже со всем другим человеком Понимай ошибки свои Понимай плюсы свои Все такое дело Спел только первый участник Ощущение, будто состоялось выступление хедлайнера У меня для вас хорошие новости Наш выпуск состоит только из хедлайнеров И впереди их еще семеро В эфире самое мощное вокальное шоу страны Ну-ка все вместе Мне кажется, она неправильно силы распределила И слишком себя выдала Надо было позже Если бы одна на этой вот тонкой, вот такой На тончайшем звуке продержалась Ну, по крайней мере, до начала второго Куплета То это было бы гораздо загадочнее Друзья, как я и заказывала Добро и позитивно началась наша программа Да, начало положено Очень позитивно По твоим заказам? Да Следующую заказываю Классно поющего стильного мальчика Сегодня стол заказов Марины Фирсовой Друзья, в эфире Деньги переводим по номеру телефона Записывайте 8 926 Сегодня прозвучат самые лучшие композиции Самые любимые От R&B до латино И народные песни Здравствуйте, меня зовут Занбек Кульбатыров Мне 30 лет Я из города Магнитогорск Я профессиональный трубач Работаю в Магнитогорском театре оперы и балета Но в период пандемии Театр не работал Я решил себя занять чем-то другим Я занялся вокалом Начал заниматься этим усердно И дозанимался до такой степени Что я был принят на работу в пилармонии И сейчас я работаю как солист-вокалист Пою почти во всех жанрах По голосу я баритон Люблю петь очень лирические песни 15 лет я уже являюсь профессиональным музыкантом Принимал участие в различных джазовых фестивалях Как и всероссийских, так и международных Как трубач И только в проекте «Ну-ка все вместе» Я буду впервые принимать участие в конкурсе Как вокалист Я надеюсь, что композицию, которую я выбрал для этого шоу Понравится всем зрителям Ух ты, смотри, парнишка Тоже прекрасно Здравствуйте, меня зовут Занбек Я из Магнитогорска Привет вам с Урала За Уралом гулять Молодой казак Одет как под классику Жилеточку расстегнуть нижнюю пуговичку Потом застилизуем Урал это монголы, уйгуры У них вот эти вот скулы И там всегда очень большие, как я говорю, в скулах большие голоса сидят Могут быть маленькие люди с большими голосами Большой резонанс Конечно, конечно Такой французский хороший Могут быть маленькие люди с большими голосами Ух ты, смотри, пуговичку расстегнуть нижнюю пуговичку Ух ты, смотри, пуговичку расстегнуть нижнюю пуговичку Ух ты, смотри, пуговичку расстегнуть нижнюю пуговичку Могут быть маленькие пуговички Игра, и скидьте, смотри, смотри Главное, что такие Эли, улы, улы, улы. Кельно, сам руку Мама Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дималай Ерохин Субтитры создавал DimaTorzok Откуда дует, туда и поет Тем и поет, да Откуда дует, тем и поет, совершенно верно Ну что ж, хочется Алину Яровую спросить, а потом Степана Марселя Ваш голос — это нечто такое спустившееся с неба, очень звонкий, тонкий, вы его берегите, пожалуйста. Вы нас действительно всех погрузили в это волшебное состояние сказки. Отдельно вам спасибо за потрясающий французский язык. Это очень сложно. Спасибо. Во-первых, я стоял, мне показалось, что я одним из первых стал. Сначала я пытался что-то подтанцовывать, как-то покачать, а потом я себя поймал на мысли, что я завис. Что я такой просто завис и стою, слушаю и погружаюсь куда-то. Так как я по национальности ненец, из семьи оленеводов, и у нас некое такое есть, как горловое пение, и мне казалось, что некоторые моменты ты как-то снизу начинал. И это было, да, и это мне напоминало прямо какое-то, как будто бы из меня из детства откуда-то, как будто бабушка мне что-то начинает петь. Во-первых, посмотри на меня, я свой братишка, вот поэтому как минимум одного человека ты просто ввел буквально в транс, как настоящий шаман, и мне кажется, это достойно вот этих баллов и этих аплодисментов. Спасибо тебе огромное, от души. А вот я смотрю, подожди, там рядом с тобой акула заснула, да? Вот что-то как-то она... Действительно, мне было скучно. Сумасшедше круто петь могут огромное количество людей, но при этом быть человеком и чувствовать все то, что нам дают со всем уважением те самые начинающие и уже состоявшиеся люди, которые выходят на эту шикарную сцену, это абсолютно иное. Спасибо. Спасибо. Стас Костюшкин. Стас, как тебе исполнение? Давай поговорим про вокал. Исполнение потрясающее. Самое главное, к чему всегда стремится вокалист, это исполнять как инструменталист. Вот, а он на трубе играет. Я об этом и хотел сказать, как виолончелист. Ты чувствуешь абсолютно правильно дыхание, консилена, почему она вот именно так и идет. Ты как играл на трубе. Об этом можно только мечтать. Поэтому это было очень здорово. И это действительно... У акулы подкосились плавники, она не встала. Ей тяжело это было сделать. У нее обезвоживание. Да. Если бы ты был за место Дениса, как бы мы пели? Да. Давай, ответочка, ответочка. Да, комический куплет. Денис, я чувствую, что вы с ним ненадолго сошлись. Нет, нет, ты слушай. Да уже... Сереж, давай я вернусь тебе. Ты у нас один. Тут руки... Они бицепсами машут. У меня просто... Знаешь, как родной брат, поэтому тут уже как сложилось, так сложилось. Никуда же. Что выросло, то выросло. Родненьких-то не выбирают, да. Действительно, восхитительно, потрясающе. Я единственное, даже боюсь спросить, насколько вы тогда крутой трубач, если вы трубач так круто поющий. А Денис, трубач! По поводу трубы. Коль, слышишь, мы как бы на каком-то составе, лет 15 назад, когда был корпоратив, там был преподаватель мой, который причем несколько уроков мне замещал, моего преподавателя по трубе. Я так, он перед нами выступал, я потом вышел, сказал, говорю, так приятно, что вот сегодня на сцене так выступал. А мой преподаватель подошел ко мне за кулисами, чтобы ты больше об этом никому не говорил, что я тебя учил вообще. Никогда. Я говорю, ну хорошо, я больше не скажу. Ну пока Сергея не задавили, давай. Уже после такого. Фонтанируй. Занбек, мне кажется, что чуть-чуть не дожал. Вот не дожал, потому что в тебе есть все, чтобы поднять всю сотню. Голос просто великолепный. Но сцена, телевизионная особенно, требует еще дополнительно многих специй, знаешь? Да что тут требует? 90 голосов. Какие специи? Я понимаю, 90 голосов. Он не мог по-другому петь, он трубач. Причем здесь, слушай, подожди, стоп. У нас не конкурс трубачей, которые поют. Да он прекрасно спел. У нас вообще конкурс вокалистов. Что ты там ищешь? Я ищу идеальное выступление. Ну ты стоишь в золотом квадрате. Мы все ищем здесь идеальное выступление. Ну потому что он по-трубе мог пережать. Я говорю свои замечания о том, что это было хорошо, но это было не на 100 баллов. Почему? Потому что человек, выходящий на сцену и в какой-то момент не знающий, что делать, и просто прошел все так по сцене. Ну сейчас у меня проигрыш, простите. Но не теряй контакта со зрителем. Лучше уж стой как вкопанный и смотри на нас. Но вот это вот, фу, ты сбросил энергетически. Надо брать на себя внимание. Спасибо. Ну вот это ты хорошо сказал, это правильно и слабо. Во-вторых, у вас 90 голосов. Коля одобрил, слава богу. Все, правильно сказал. Мощнейшее выступление. Занбек Кульбатыров набирает 90 баллов. Мы его отправляем в тройку лидеров. Браво! Это прекрасный результат. Так что у тебя еще есть шанс выступить в батле. Если все пойдет хуже. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А это что-то там на кутина цуэфа бьются, смотри. Кто выиграет? Цуэфа, да. На цуэфа. А если бы все было так просто на цуэфа. Ну не артиста, согласитесь? Да, был перед нами. А вот понимаешь... Не артист, конечно. А потом тоже, ты правильно абсолютно сказал, артист это такая... Вот пазл собирали, это вот внешний вид, голос, репертуар. И вот что-то выпало. Все. Все, не артист. Конечно. Вот это должно быть все. Еще. Как собрать этот пазл? Хрен его знает. Мне интересно просто, он все-таки поет. Он сказал, что он трубач, но это как часто бывает. А я там, не знаю, юрист или я там повар, а на самом деле человек поет. Но если бы у него не было певческого опыта, он бы в любом случае так бы не пел, и такой бы не вышел, и вам бы не спел. Да, потому что это сложное произведение. Значит, он трубач, поющий, где-то. Двое участников уже заняли места лидеров. Удержат ли они свои позиции до конца, или мы попрощаемся с ними уже через несколько выступлений. За пять сезонов даже я не научился угадывать такие вещи. Давайте просто смотреть. Ну-ка, все вместе! Я очень сильно хочу, чтобы вышел человек и поразил меня с тембром каким-то интересным, звуком. Я очень люблю, когда классный звук. Ну, даже мне не столько важны ноты чистые, да? Сколько звук, сколько сама харизма, которая... Ну, интересный голос, который тебе, ну, цепанет. Голос должен быть как синтезатор. Конечно. Он должен быть еще многофункциональным. Конечно, с характером своим. Он взял очень высокую планку. 90 – это много. Сейчас вот под него должны равняться. Сидим и переживаем. Здравствуйте, меня зовут Полина Елисейская. Мне 36 лет. Я из Подмосковья, из Гжели. Гжель – это подмосковный такой небольшой городок. Даже его, в общем-то, городом не называют. Это такой очень милый маленький поселок. Еще его называют Гжельский куст. Потому что в него входит много-много разных деревушек. Там живут совершенно замечательные люди, которые много поют. Много поют народных песен. Они знают свои корни, свои истории. И, наверное, отчасти это повлияло на мое творчество и на мою творческую и песенную судьбу. Потому что с самого-самого раннего детства меня обучала моя бабушка песням русским народным. Хотя в детстве я, конечно, этого не любила совершенно. Я уползала под стол, когда все пели. И говорила, боже, хватит петь, пожалуйста. Но потом, как-то, знаете, как сказала моя учитель или моя музыкальная школа, сказали, Алина, ты не отвертишься. Музыка, все, это все. Она тебя уже захватила. Потом был музыкальный колледж, музыкальный институт. И потом, слава богу, я вот 10 лет служила в хоре имени Пятницкого. Это тоже такая, знаете, колыбель народной культуры, народных песен, традиций. Со своей, конечно, легендарной историей. С 2000 года я веду сольную деятельность. И я начала развивать свой собственный этнопроект, который мы назвали Полюшка. Ну, Полина, Полюшка, и так меня звала моя бабуля. Мы поем русские народные песни. Мы берем даже инструменты разных и других стран, чтобы наше звучание было уникальным, интересным, современным. И, знаете, чтобы оно завораживало. Я всегда говорю перед концертом, ну что, поворожим. Я думаю, что, когда я выйду на сцену, я попробую. Я приложу все усилия, чтобы заворожить всю сотню. О-о-о! Посмотри! О-о-о! Вот она, Сена Королева войны. Точно. Вот таких я девочек люблю. Красивая. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Полина Елисейская. Мне 36 лет. Я из Подмосковья, из Гжели. Очень рада спеть сегодня для вас. Единственное, что я, конечно, терпеть не могу, серебряную обувь. Я ее просто ненавижу. Затом посмотри, сколько у нее внутри чертинки в глазах. Я, наверное, птица ручная. Волнуется как. Только вот нет рук для меня. Немножко на Натали похожа. Посмотри, как. И страна моя небольшая. Образ такой красивый. И большая, но не моя. Но я хочу глубину от полка, если это полк. Птицы пролечу, не поймаешь. Пролечу, взмахнув я крылом. Сейчас, если будет присутствовать динамик от песни, она сейчас сюда придет. Ты меня еще ведь не знаешь. Ты меня узнаешь потом. Пролечу я надо, господами. Господа, вы мне не семья. О-о-о-о, вы меня не трожьте руками. Трюки, трюки пошли. Сейчас послушаем. Я еще разду. Маши руки не для меня. О-о-о! О-о-о! Крылья, пломатники, птицы. Может, каждый, кто не летал. Кто никак не может смириться? Кто летать мечтал, но упал? Живой птицы долгий не будет Только вам без птиц-то нельзя О, может, кто меня и осудит А может, и поймет, кто меня О, я взлечу до самого солнца А могу и камень вниз Открывайте ваши огонь Ну, она очень хороша, но... Песни буду петь вам на бис Может, волнение? О, я взлечу до самого солнца А могу и камень вниз Открывайте ваши огонь Песни буду петь вам на бис Она похожа на Тали и Полину Гагарину одновременно Ох, ну нажурчали Давайте посмотрим, сколько Полина Голосов напела себе Своим потрясающим исполнением 71 голос Это очень хороший результат Ну что ж Здравствуйте, Мариночка Здравствуйте Вы откуда приехали? Из Казахстана, Туркменистана? Из дома А, из дома? Так вы ходите дома? Да Есть кому служить в доме? Голову помыла, не успела посушить Да, голову помыла, не успела досушить В халате пришла Но я на ну-ка все вместе как дома, Коль, привыкай А, привыкаю, понятно Ну, что скажете по поводу... Теперь только как доцент Хорошо, как доцент Полина Полечка Полюшка Вы Прекрасно Вы такая лучезарная Такая светлая Вы уже вышли И мне кажется, в студии стало светлее однозначно Этот свет у вас в голосе Да, поэтому, когда вы выходили на свои верхние прекрасные ноты Как будто бы журчал ручей Такой хрустальный и очень нежный Мне очень понравилось Видно, что вы волновались Но я думаю, что если вы дойдете до батла Вы сможете нам продемонстрировать хрустальный свой голос еще раз Мне очень понравилось Спасибо огромное Ну, мне кажется, что вот когда ты доцент, ты мне больше нравишься И самое главное, что вы не часто расходитесь во мнениях с Олесей Я в шоке, Олесь Это вообще народный сектор Я сама в шоке Ты в моих глазах, ты, конечно, фантастически выглядишь сегодня Этот цвет тебе безумно идет Но в моих глазах ты сегодня просто потерялась Чтобы ты не встала на такое выступление Да, это мне кажется, ты всегда подпрыгивала на подобные исполнения, на подобные песни Просто, да, да, еще мне говорят Жми, жми А вот оказывается, на песни меня не возьмешь Мне стало немножко обидно Вы знаете, чтобы при таких потрясающих вокальных внешних данных, да, но все-таки важны мелочи И вот запоминается всегда, вот меня, по крайней мере, учили, да, запоминается начало и конец Можно валять все, что угодно в середине, но вот начала, увы, мне, конечно, не хватило Ты прям как мою карьеру написала Про начало? Или про конец? Ну конец еще не знаю В середине можно валять, это про меня Вот при красоте, еще раз подчеркиваю, голоса Вы очень обрывали все окончания Хотя у вас есть возможность держать эти ноты подлиннее Тогда бы ваш голос вообще был завораживающий И все бы точно вскочили Но я бы однозначно Может быть, эти мелочи, но мне сегодня они помешали встать на ваше выступление Спасибо большое, Олесь Спасибо Петр Рогов Ну, Петя, я смотрю, ты разулыбался, ты прямо вовсю такой счастливый стоишь Ой, он проснулся Вы знакомый, что ли? Нет Но я ей сожалею, я поэтому так и разулыбался, что Полина пришла, и я ее увидел И я счастлив, что такая красота, такое сияние, такие яркие Глаза смотрели на нашу разноцветную стену Мы всегда выбираем, на что откликнется наша душа Да, Полин? Но на тебя не только душа откликнулась Только каменное сердце не откликнется А вот это хорошее завершение, молодец Крутил, крутил, крутил и вывернул Спасибо огромное, огромное Петр, теперь мы с вами будем знакомы Вот, крути не крути, очень рад, Полиночка Очень рада, Петр Ну что ж, а теперь, Полиночка, я думаю, прекрасные слова вам скажут Посмотрите, вот эти трое из ларца, одинаковых лица Сначала Денис Клявер Я могу сказать одно, что я человек с опытом, я не профессионал Вот, но, слава богу, во мне остался зритель Вот, а зритель, он же не профессионал Он просто приходит, ему либо нравится, либо не нравится Вот вы меня, как зрителя, просто зажгли Спасибо Спасибо огромное Поющий бодибилдер Да Лучший Да, я встал только потому, что вы похожи на меня Да? Я бодибилдер Вы такая же красивая Вы такая красивая, что можно и не петь уже Спасибо большое Знаешь, мне понравилось это Вы такая красивая, что можете не петь, как я Это девиз твоей карьеры, да? Да, такое есть Была одна передача, и мы с Даной ее ввели А в тот момент можно было всем петь по фонограмму И говорит, вы ведете передачу, можете спеть живьем Все артисты по фонограмму, это тоже Вот, а вы живьем Он тогда не выступал еще Ты не выступал, ну помнишь, да? Конечно И мы спели живьем Я просто на дешевые проекты не хочу Тогда они даже не начнут Да заткнулись Да заткнулись Вообще-то, говорит, один только твой этот Да и ты, Серега Короче, мы спели живьем Стоим около какого-то ресторана И проходит Лев Валерьянович Лещенко Когда Михаил Минастов говорит О, молодцы, живьем спели, да? Единственные, правда же? Мы говорим, ну да Красавцы, петь не умеют, а поют живьем Молодцы Да Ну Тут все совпало Он бы вам сразу сказал Полиночка, вы просто чудо Не забрал бы к себе на бэк Какая чистая девчонка Сергей Полиночка, я встал, потому что ребята по бокам встали И меня по... Полной выкинул Они зажали меня Полной выкинул Я шучу, нет, я шучу На контрасте с предыдущим участником Мне сначала показалось, что вы немножко переигрываете Что немножко всего этого было много Но... Покажи еще раз Солнышко радо Побежал, ручеек Набрался на спектаклях Так вот Мне сначала показалось, что это чересчур много Это нерв Это нерв Но плюс вы, в принципе, и как стоите сейчас Это тоже достаточно активное Может быть, витаминки хорошие Но я серьезно говорю, что это, видимо, ваше такое нутро Вы такая светлая, солнечная И да, это было очень искренне И вот это выступление для меня сложилось И песня, и ваш образ, и эта улыбка Эти глаза голубые, прекрасные Мне кажется, что очень светлое, яркое, солнечное выступление Уже второе за сегодня Два солнца у нас сегодня Рыженькое солнце и блондинистое, светлое Ну что ж, зато Полина Набирая 71 гола Занимает второе место в тройке лидеров 71 балл, кстати, это же, в принципе, теоретически возможен батл Ну, это теоретически Мы, главное, сидим как профессора и так далее Вот поставь нас, участвуй Да, мы как зайцу будем стоять Да, трястись Да, да Я вновь взываю и хочу, чтобы вышла девушка С прекрасным голосом Не надо взывать Я взываю Вы как начинаете взывать Мы потом здесь расхлебать не можем Ну, вот что делать Неуёмный вы наш По красоте душа тоскует Сейчас должно быть что-то фееричное Ну, наконец-то Потому что если сейчас ничего не будет фееричного То я просто больше не верю в волшебство Все до свидания Да я встаю и ухожу Ну, я ухожу, да Всем привет, меня зовут Миша Житов Мне 32 года Я из города Архангельска Я помор Несмотря на то, что я родился в городе Архангельске Я продолжительное время своей жизни В детстве я прожил в посёлке Каменка Мизенского района Это крайний север Это как раз таки выдалось на конец 90-х На начало нулевых годов Когда там были жуткие перебои с электричеством И приходилось делать уроки в кромешной темноте С керосиновой лампой Таскать воду, дрова, вытаскивать помои Как говорила моя бабушка Дрова, вода, помои Вот это было на мне Потому что она была директрисой в школе И нужно было как-то помогать Ну вот Поэтому у меня такой закалённый Я достаточно крепкий, профессиональный артист Хорошо пою, хорошо двигаюсь Хорошо танцую на сцене Вообще выступаю Вот Я как-то Я уверен в себе И в своих силах Вообще я исполняю поп-музыку Я пишу поп-песни Вот И Но в рамках проекта Ну-ка все вместе Мне бы хотелось как-то Раскрыть какие-то свои Новые грани Попробовать какой-то другой репертуар Который я ещё не пел Я решил испытать свои силы Потому что Понял, что Мне просто катастрофически хочется На большую сцену И мне кажется Сцена «Ну-ка все вместе» Это как раз именно то, что мне надо Потому что это ещё такой невероятный адреналин Выступать перед сотней незнакомых тебе людей Которые тебя оценивают Это просто невероятный какой-то сумасшедший опыт И я хочу его испытать Поэтому я здесь Мне кажется, что это чуть-чуть Ну сейчас будет хорошо Это ужасно страшно и волнительно Но невероятно прекрасно Приветствовать вас с этой великолепной красивой сцены Меня зовут Житов Миша, мне 32 года Я из города Архангельска Спою я для вас песню В которой, точнее, казалось бы Уже, ну, невозможно сказать Что-то абсолютно новое Но я очень постараюсь Поэтому вам, я желаю Дальнейшего великолепного концерта И зрителям тоже Себе с Богом И начинаем Мишаня, давай Из какого-то 72 года Это немножко Бременские музыканты Чуть-чуть В любом случае Интересный парень Неординарный Да Ну, таких у нас даже и близко не было Вообще Интересно, что он может спеть Давай, я так жду этих мурашек Это Даль Субтитры Артист Артист Он артист 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Дарья Переходюк ДимаTorzok 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 И жить обычно альбиносом намного сложнее. Им сложнее пробиваться, им сложнее нести то, чем они занимаются. Я вообще не понял, о чем он пел, честно. Я следил вот за этим всеми штуками. Я не пытался понять, о чем он поет, потому что это... Это отдельный вид спорта. Да. Это вид спорта. Совершенно верно. Называется, там, не знаю, чемпионат по мелизмам. Если бы ему в руку дали бы гимнастическую ленту, он бы мог бы еще выиграть олимпийский конкурс в гимнастике. Нарисовал. Два в одном, да, был бы. Четыре претендента уже выступили. Это было потрясающе. Станет ли следующая четверка фантастической? Или никто из них так и не пробьется в число фаворитов? Верного ответа не существует. Потому что вы смотрите самый непредсказуемый вокальный проект. Ну-ка, все вместе! И мы продолжаем! Я очень надеюсь, что, на самом деле, будет кто-то 98 баллов, сместит его, например, на второе или третье место. И мы поспорим батл. Неугомонный вы наш. Меня зовут Альфия Нигматулина. Мне 31 год. И я приехала из республики Башкортостан, город Уфа. Я с самого детства пою и с трех лет выступаю на сцене. И когда уже получала высшее музыкальное образование, я думала, что буду петь в стиле джаз. Вдруг внутри меня какая-то невероятная любовь проснулась к своей культуре. Наверное, это был зов предков, потому что я не могу по-другому это объяснить. Вот эта любовь от моей мамы к музыке, потому что моя мама тоже поет на башкирском, на тарском языке. И все-таки у меня были сильные предки. Видимо, это все внутри нас как-то так или иначе дает о себе знать. Наши башкирские напевы в стиле «Озенкуй». Это медленная, красивая мелодия, которая пелась башкирами в горах. Там такая шикарная акустика. Конечно, это что-то из поклонения природе, поклонения стихиям. В этом тоже есть своя какая-то магия. Я научилась подражать звукам природы самостоятельно. Вот могу изобразить волчицу. Вот как-то так. Конечно, одна из самых крутых впечатлений в моей жизни на сцене – это выступление в Карнеге Холл. Это вообще была моя мечта, которая сбылась буквально через полгода. Я исполняла песни, кстати, которые буду петь сегодня на проекте. Ведь самое важное для артиста, чтобы зрители просто лечились через нашу музыку, чтобы они получали, как мед на душу, через наши звуки, через наши мелодии, то, что, наверное, необходимо каждому человеку. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Альфия Нигматуллина. Я родилась в маленьком поселке Новоаганск. Жила в Новосибирске, в Москве, на Алтае. Но сегодня я буду представлять свою республику Башкортостан. Ой, я добрая! И спою эту песню с любовью к Родине. И только попробуйте, мрази, не встать. Да-да-да. Какие-то они прям вот... Еще у них получится, надо вот такими быть позитивными, вот так перед нами. Я чувствую, опять сюрпризы начались. Соседи ремонт делают, дрель. Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись, по ветру стоят. Очень песня красивая. И листву так печально кидают. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошкой играет? Пальцы ветром по кнопочкам в раз пролетят. А последняя, эх, западает. А на сердце опять горячо, горячо. И опять, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался ответом. Ай-был-былым, бай-был-былым. Ах, иден-эн-хамаша. Там-дара-та-эдэля-худэк. А-да-ду-гаса-тара-та-ваша. Там-дара-та-эдэля-худэк. Как-то я могла подняться просто на звуки кукушки. Вот тебе и выучится. Давай-давай. А у меня сердце опять горячо, горячо И опять, и опять без ответа А листочек с березки упал на плечо Он, как я, оторвался от ветра Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, сколько голосов набирает Альфия 98 голосов Спасибо большое Сергей Павловский, победитель суперсезона «Ну-ка, все вместе» Что скажете? У меня такие очень смешанные чувства Наверное, это нормально, потому что вы смешивали песни, музыку и жанры Я вот долго сидел, смотрел Но знаете, самое, что меня переубеждает в этой всей истории И переубедило во всей этой истории Что в каждом движении и в каждой вашей ноте Это любовь к вашей родине, она прослеживалась И это побеждает все жанры, которые могут как-то либо где-то не смешиваться Потому что задача ваша была изначально показать эту любовь И вы ее показали, даже, возможно, не совсем гладко лично для меня Поэтому спасибо вам большое Большое спасибо, да, действительно, мне очень хотелось передать просто любовь И чтобы каждое сердечко у экспертов зажглось какой-то особенной энергией А я сейчас подойду к человеку, у которого сердечко погасло Оно больше не горит Оно больше не колотится и не пишет Олег Влади Здравствуйте Вот видишь, и аплодисментов нет уже Все понятно Оно больше не гладится Я не знаю этого композитора Слава богу, что это не 99, потому что я бы тогда просто провалился сквозь землю Но у меня есть внутреннее какое-то, да, может быть, оно не совсем компетентное, но личное очень основание Когда номер начался, я подумал, господи, это настолько мое Настолько была какая-то глубина задана А потом начались березы Причем, ну, как бы и поменялась структура музыкальная И это же не просто было вплетено вот в эту аранжировку, а другая песня Ольга Попкова любит это выражение использовать Эмоциональные качели, вот вы мне устроили И я не смог себя стабилизировать внутри, чтобы, ну, наверное, свой голос отдать Но зато я сижу очень честно Это очень важно, и ничего страшного Я рада любой оценке, спасибо большое Спасибо Ну, а что тогда скажет Ольга Попкова? Вы знаете, я действительно люблю такое смешание У вас не все получилось гладко, как бы мне хотелось, да, на мой взгляд Но вот эти решения были интересны Где-то вы немножко стеатральничали и где-то вот переиграли Если бы вам чуть-чуть бы придержать всю эту прыть, да, и оставить этот звенящий голос, да, и показать всю красоту своим голосом Вот необыкновенно красивой нашей России Потому что все-таки те слова, которые вы поете, в них очень много заложено И если вы сюда примешиваете этнику вашего края, то, конечно, это должно вытекать одно из другого И если вы это делаете, вы должны это правильно сделать, понимаете? Чтобы мы вам все поверили и заворожили вы нас, потому что у вас все для этого есть Но вот чуть-чуть, может быть, от того, что вы старались нас удивить, да, вы немножко перестарались А так, по большому счету, конечно, это очень хорошая задумка Так что я вас поздравляю Большое спасибо Спасибо, Ольга, передайте микрофон этно-продюсеру Юрию Романову То, что вы сделали, я 25 лет или 20 лет занимаюсь этой музыкой Тем самым красивым смешением и вытаскиванием истинного, настоящего народного звучания, фольклора разных народов И на самом деле мы ждали, что появится наконец-то кто-то из исполнителей, кто споет на своем народном языке На родном языке, который живет в нашей стране, в нашей большой, великой стране Спасибо вам огромное, что вы это сделали в своей композиции музыки Спасибо вам большое Спасибо, Юра А передайте как раз Виктории Беловой Здравствуйте Прекрасная, солнечная, очень красивая душа Это так важно, что в наше время Господь Бог благословляет нас всех вот такими светлыми душами Через тебя пела природа И сейчас вся Россия, я думаю, что большая часть поддерживает и благодарит тебя за этот свет Спасибо тебе Уникальная, неповторимая девочка Большое вам спасибо за такие слова Это очень важные слова, большое вам спасибо В которую передачу я сижу и вот каждый раз выходит, когда на меня кричит вся Соня и говорит, почему не встаю Я говорю, я хочу увидеть наконец-то нашу русскую кровь с молоком, чтоб на нескольких языках, чтоб вот оттуда, оттуда, оттуда И я стою, у меня такое счастье, и я смотрю вокруг, и я понимаю, что вот оно разлилось И вот мы переглядываемся, мы сидим, здесь всплакнули, там плачут, тут, это вообще плачут постоянно И я смотрю, и в голове я уже представляю, какая будет россыпь из звезд только из одной этой передачи Какой роскошный Миша, замечательный коллега его сидит, француз, подмосковная птица такая, роскошная Я хочу вас совместить, я жду, когда еще будут еще участники, я не знаю, что со мной будет, нас разорвет этот ряд Просто до следующего Вы не волнуйтесь, мы вас соберем Вы закончили? Да-да, у меня было счастье А что скажут наши звездные гости? Я искренне рад, что своим нажатием я внес в эту прекрасную цифру свою душу и свой балл Так что от души поздравляю, спасибо вам большое Спасибо большое Я хотел, Мишка, еще тогда сказать, и тебе, и вам тоже Что такое артист? Меня учили, что артист это такой пазл, это такая картинка, где складывается вот кусочек красоты, кусочек тембра, кусочек репертура И вот все тут-тут-тут-тут, и получается вот такая красота, когда весь пазл складывается здесь и здесь Пазл сложился, вы крутые Спасибо большое Сергей, у меня к тебе один вопрос У тебя есть что сказать? Он за Мне нечего добавить, друзья Браво Спасибо вам большое Впервые в истории У меня нет просто слов Браво, спасибо Ну давайте уже перейдем к самому прекрасному Вы набираете 98 голосов и занимаете первое место в тройке лидеров Вытесняя Полину Елисеевскую Много побед, здоровья, счастья, радости и прекрасных песен Она когда в начале издала звуки, я такой, типа, откуда у него этот музыкальный инструмент, она вроде с пустыми руками вышла Я искренне, я искренне даже подумать не мог, что это можно просто голосом сделать У нас из крайности в крайность, да? У нас сначала Михаил вот такой весь концептуальный, странный, нелошный, потом выходит абсолютно народная такая фолк-история Ну в этом-то и сложности, интерес Это крутой интерес для зрителя, но для нас, для членов жюри и судей, это взрыв мозг каждого Знаете, получается, да, я понимаю, конечно, безусловно Какой цвет лучше, белый или черный? Столько шикарных выступлений мы сегодня увидели И теперь зрители, участники, эксперты хотят только одного Чтобы в этой студии зазвучал 101 голос Кто знает, может это случиться прямо сейчас Ну-ка, все вместе, ну-ка, продолжим! Какой музыки здесь еще не хватает? Кто бы мог выйти следующий? Оперник? Рок Нет, подожди, джаз Рок Подождите, джаз, он... Миша, 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 Джаз поет Это классика, академ Нет, Миша, кто у нас А, это джаз Джаз, он был академ Значит, у нас нет хорошей боб-песни Ну, либо эстрады, либо рока И наконец-то уже энергетика такая, которая расплавит всех нас Или какая конкретно тогда энергетика окружает нашего участника? Идти вовнутрь Это человек, который сейчас, ну, естественно, он сейчас в медитативном состоянии находится И он готовится Дальше Король воды Насколько я понимаю, там очень много мыслей Это человек... А, подожди, а вода это что? Это эмоции О, это эмоциональный человек Привет, меня зовут Николас Рейна Я из Аргентины, город Катамарк Моя музыкальная история началась в пятилетнем возрасте Когда я впервые вышел на сцену с гитарой и спел Мои мамы и брат поддерживали мое стремление к мечте Стать певцом Что касается музыки, то я считаю себя очень страстным человеком Потому что вкладываю душу и много эмоций в каждую песню Но так было не всегда В начале прошлого года я попал в очень сложную ситуацию Когда мне пришлось бороться с дисфонией, хрипотой в моем горле В тот момент я не мог петь Я был у всех возможных врачей, которые могли вылечить или хотя бы уменьшить эту хрипоту в голосе Кажется, что все было против меня Но моя мама стояла на своем и не сдавалась Она хотела, чтобы я посвятил себя музыке Ведь я так мечтал об этом Она всегда верила в меня и продолжает делать это и сейчас Музыка — моя жизнь Музыка для меня — это все Прямо все, 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 все Музыка научила меня всему, что я знаю Она дала мне все в этой жизни Счастье, любовь Я буду петь до последнего дня своей жизни Даст Бог, я смогу это делать Так что всем тем, кто находится сейчас по ту сторону экрана И кто не находит вдохновения для творчества, я скажу Делайте все, что в ваших силах И тогда все получится Сегодня вечером я переполнен эмоциями и чувствами Думаю, главным образом я привнесу в шоу немного аргентинского духа Поэтому надеюсь, что моя манера пения вам понравится Это мужчина, который заставит нас двигаться Как сказали мои карты Привет Привет, я О, hola Меня зовут Николас Рейна Так это Кубинс как вы Я приехал из Катамарка, Аргентина Аргентина? Русия находится на многих километрах Знаете, я хочу вам сказать, что Россия находится на расстоянии в тысячи километров от Аргентины И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня поделиться с вами своей музыкой Спасибо Ола, hola, сеньоры и сеньориты Мучас грасиас Я же недавно с Кубы вернулась Я тоже немножко говорю по-итальянски По-по-итальянски? По-испански? Ха-ха-ха О, как запела Красиво, я так люблю испанские Слушай, у него компрессия в горле просто отшита Компрессия в горле? Да, у него здесь компрессия в горле, но его человека контролирует правильно вот эту историю По-отбеку за節. По-испански? На этом, это сеньорита У него есть не только без вгорнем, нет и без вождача в горле просто отшита Субтитры сделал DimaTorzok 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 что Светлана Мастеркова только что добежала до Аргентины со своими эмоциями. Олимпийская чемпионка. Я была в Аргентине много лет назад. Это чудесная страна. И добро пожаловать в нашу большую прекрасную страну. Сейчас обидно для всех остальных. Спасибо. Все арте открыли и подумали, вот это Олимпийская чемпионка. Умеет налаживать в беге международные связи. Это все, что я хотела сказать вам. Добро пожаловать. Вы прекрасны. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Я думаю, что женщины у нас тоже прекрасны. Согласен? Ты тоже? Что женщины у нас прекрасны тоже. Мне так кажется. Я очень скромно спросила. Какие женщины вам больше всего нравятся? Смотрите, какие. Выбирай, выбирай. Я ведь нет? Конечно. Конечно. Какая тебе женщина сейчас нравится, вот буквально вот сейчас? Какая из наших девушек? Я просто в тех случаях хочу сказать, нас снимают. Я ведь флиртуюсь в эфире. В эфире флиртуюсь. Все страна увидит. Это девушка занята Николаем. Осторожней, она занята. Би, да, 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 да. Ноу, Николай, ноу, Николай. Хуй дадо, хуй дадо. А это чика, Акупада. Эта девушка занята Николаем. А я свободна. Ноу, Акупада, ноу, Николай. Ноу, Акупада, ати, тобой, тобой, тобой. Так, посмотрите, Николай сейчас в шоке. У них в Аргентине так все чинно, все спокойно, все разговаривают. У нас он не понял, куда попал. Это точно all together. Вот это русская версия Вот это темперамент у русских И познакомили И познакомили И приютим А представляете, что сейчас у переводчика происходит В голове? Sorry, sorry Арсений Бородин, давай Мы на самом деле, как только начались первые аккорды этой песни С Сергеем переглянулись И сразу поняли, что в принципе Не важно, что дальше будет происходить Девчонки встанут и так По большому счету так и случилось А мне нужно вставать? Нет, нет, но я хочу сказать, что Мальчишки тоже встали, когда Николас потрясающе запел Спасибо вам большое, что вы приехали Подарили нам этот праздник музыки Спасибо большое Андрей Солод Расскажи, сложно ли петь эту песню? Смотря кому Смотря как чувствуешь Смотря как любишь Смотря как понимаешь Спасибо, это был Андрей Солод Ты все понимаешь Ты все чувствуешь Ты очень музыкальный человек И все свое вот это воспитание Да свое вот это происхождение Всю свою красоту Ты, конечно, влил в свое творчество В эту песню Сейчас ты сделал все очень красиво Интересно Более того, говорят Кантилена, Кантилена, Кантилена Вот сейчас самая настоящая Кантилена Вот она, настоящая Кантилена И вот то, что называется Кантиленой Ты молодец Потрясающее выступление Удачи тебе Спасибо Николас You are a hero Understand? Yes We are This is Russian languages It's very popular group in Russia Он и так это видит Это же и так понятно I'm not with them I'm not with them You are a double hero No Superman and Batman We are legend Legend Two tea and coffee И тут такая И тут такая ситуация We are with Deniz We have separated проект Understand? Yes And when Deniz Came with his проект Can you sing with me? Of course Конечно For money For money Можно мне как лидеру сотни этот хаос Успокойтесь Very funny people Very funny people Russian people Можно я сделаю какой-то итог Да, пожалуйста Только приличный Николас Во-первых, огромное спасибо, что ты приехал Я понимаю, что это большая ответственность Для победителя проекта Поехать в другую страну И показать себя Еще раз продемонстрировать свои возможности И утвердиться, собственно, как победителю Потому что есть опасность, что ты приезжаешь в другую страну Где другая ментальность Другие люди, которые тебя не знают И, в общем-то, можно из победителя превратиться в проигравшего И, во-первых, тебе за смелость я аплодирую Браво И здорово для себя ты подтвердил, что ты не просто так победил у себя в Аргентине Здесь ты тоже практически набрал сотню 99 баллов это практически победа Просто одна девушка потеряла Да, потому что одна девушка не успела нажать Не дотянулся до кнопки Мы с ней потом разберемся Но по факту ты действительно доказал, что ты по праву являешься победителем своего сезона в своей стране Ну а теперь мы желаем тебе удачи в нашей стране Потому что ты проходишь на первое место в нашем отборочном этапе Удачи тебе, спасибо И, кстати, я слышал, как Энрике Иглесия споет эту песню Вот даже рядом не сидел, не стоял Энрике Иглесия Ты в десятки раз круче и лучше Браво Спасибо, большое спасибо Ну что ж, 99 голосов набирает Николас И мы приглашаем его на первое место в тройку лидеров И прощаемся с Занбеком Удачи во всем И пускай сбудутся все твои мечты Браво Это было шикарное выступление Вот уже первое 99 Он как будто мне пел Он как будто мне пел Да ладно К себе пел Это моя зайка Я думаю, что каждый почувствовал, да, реально Какой же вы все-таки, понимаете, вы скептик Альберт Холл Ну не забывайте Я же доктор медицинских наук Я мало впечатлительный Главный приз сезона 5 миллионов рублей А также признание таланта и ротация на радио Прямо сейчас в борьбу за этот набор победителя Вступит следующий участник Встречаем! Ну-ка все вместе! Ой, я такая счастливая Такой она Прямо вечер сегодня Ой, потрясающе Да я каждый раз счастлива Когда я встречаюсь Со всеми Посмотрите Насколько разнообразные Жанры Которые мы сегодня уже услышали Не было практически ни одного повторения Нам даже вот друг друга их сравнивать нельзя А придется, Марин Вот это будет трудный выбор Здравствуйте Меня зовут Али Копершкова Мне 25 лет Я из Хабаровска Я считаю, что я очень яркая личность Как на сцене, так и в жизни Все это благодаря, наверное, моему темпераменту Внешне я тоже очень яркая Ну, это по мне видно Мой образ Это отражение Того стиля В котором бы Я хотела Выступать Это очень яркая Огненная музыка Наверное Подходящая мне по темпераменту Поэтому я ее и выбрала Плюс очень подходящая По моему Тембру голоса Он вот такой Он такой, какой есть Это естественный тембр голоса Который у меня с детства И изначально я его стеснялась У меня были проблемы Со связками И причем в очень Маленьком возрасте И петь мне запретили И больше за меня никто не брался Поэтому Очень долго я шла к тому, чтобы научиться с этими проблемами справляться И чтобы дойти до большой сцены Мне пришлось очень много-много работать Мне было грустно Так, ладно Я просто волнуюсь Я с детства знала Что я хочу выступать На большой сцене И Когда какие-то препятствия стоят На пути И ты ничего не можешь сделать Мне очень много раз говорили Что я никогда не буду петь И Мне очень часто советовали Выбрать другую профессию Но Я сейчас здесь И я этим очень сильно горжусь Я горжусь тем, что я до этого дошла Я это сделала сама И я думаю, что дальше только Еще больше сцены меня ждет Я на это надеюсь Ух ты Ну тогда это вот Смотри Поистине Неординарный У нас выпуск Вау Сейчас это будет то, чего я жду Я тебе говорю Посмотри, как она стоит А если это не будет То чего ты ждешь Газу показала Это будет рок Здравствуйте, уважаемые сотни Меня зовут Алика И вы не представляете Что для меня значит Сегодня быть здесь Сейчас представим Ну рокерша, понятно Рокерша Разговаривает уже На сибацена такой, да? Рокерша Ой, какой взгляд Сейчас испепелит акулу Это в акулу сразу Только попробуй не встать Кормухину Сейчас Такой не был Да, что-то такое Улетаю я в небо Такого еще не было Жена из всех королев Жена из всех королев Это хорошая песня Что любят роскошь и наш Вау Только царит на земле Клевая, да Очень клевая Ей долго не суждено Ну, а пока Как богиню на руках Носят жану Жану Вот и с ума Улица У королевы не сын Трудно пойти вновь В норить И она распевает часы Чтобы продлить себе жизнь Жить ведь пока Как богиню на руках Носят жану 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 Своди с ума Улица Слез 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 Спрячь Слой Амман Улица Слез Я люблю И ненавижу Слез Я люблю Я люблю Я люблю Молодец 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 Алика Просто невероятная мощь Давайте сначала посмотрим Сколько голосов набрала Алика Сережа Сережа Почему Я могу объяснить почему Это конечно Жанр не для всех Это надо понимать Когда вы идете на конкурс С подобной музыкой С подобными песнями Это огромный риск Я лично могу сказать Что для меня все было ясно Это абсолютно моя кнопка Ваша заслуженная кнопка Не было ничего Чтобы меня смутило В вашем исполнении Опять же Такая палитра Красок и жанров В нашем шоу Для зрителей Это так классно Такое разнообразие А для нас Это просто взрыв мозга Потому что нам Нужно каким-то образом Вас всех Вас всех оценить И по каким-то Определенным критериям А для вас Для каждого Свои критерии Ну как можно сравнить Ваш исполнение К пример Ваш классное хорошее исполнение С Альфиой например Да С ее этнической Абсолютно другой Энергетикой Нас тут так кидает Из эмоций в эмоцию Вы нас так кидаете Понимаете Мы скоро сойдем с ума Потому что нам Нужно каким-то образом Найти Правильные оценки Для вас Для всех Потому что каждый из вас Заслуживает этих вот Кнопок Ну просто вы такие разные Для меня Все случилось Настоящая артистка Абсолютно Да Было много Много театральности Но мне это не помешало И было все очень Очень здорово Правда Спасибо от всей души Спасибо за 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 то что вы рискнули И что Такая музыка тоже звучит Рок музыка звучит На телеканале Россия Потому что у этого жанра Огромное количество Почитателей Ну у нас на стене Есть королева рока Я чувствую как Бьется твое сердце Лилия Месхи Алика Дорогая Молодец Огромное тебе спасибо Вот видит Бог Как я ждала Подобный репертуар Уже несколько выпусков Я говорю друзья Ну будет что-то из Арии Будет там русский рок Ну на самом деле То что мало голосов Не расстраивайся Ни в коем случае Потому что После этого эфира Я тебя уверяю У тебя будет Очень много поклонников Потому что Ты просто порвала Своей энергетикой Порвала Своим напором И ты просто красотка Супер Спасибо Ура Я единственное Вот сейчас Тут у Марселя Целая тирада Почему Ну дайте я Марселю дам Скажи что ты хочешь сказать Почему жанр рок не понимают Другие жанры Почему к року относятся Почему Поп музыка Должна понимать Фолк Должна понимать Оперу С уважением Относиться А когда выходит рок И спонят Ребята дорогие Я думаю что Рок Это вообще То с чего Все у нас начинается Из детства Мы все Любим рок Даже если вам кажется Что вы не любите рок Вы любите рок И Андрей И Ольга Вы все любите рок Вот девчонка вышла Просто разорвала К чертовой Извините бабушки Разорвала И люди сидят Я уверен что им понравилось Такой я не знаю Я не учился нигде Не знаю как делать Расщепление Но по моему это было расщепление И черт побери Я все Рок жив Спасибо Рокеры которые Жили по рокерски всегда Виктор Салтыков Алика Вы меня вернули в молодость мою Когда с чего я начинал Лид Зеппелин Дальше Потом я хорошо знал Все эти группы И сам вот это Все это делал тоже Поэтому Респект большой Молодец Спасибо А спросим тех Кто не встал А вот Олеся Евстигнеева Олесь Ты сегодня вообще какая-то Она всех призывает Вставать на родный жанр А тут Сегодня ты как-то да Ты злюка сегодня какая-то Я считаю Неудачно подобранный репертуар И даже в этом неудачном Репертуаре Да видно Видно ваши возможности Слышно Ваш крепкий вокал Но мне кажется Можно было Немножко поэкспериментировать И все таки Не в одной тисситуре Выдать нам Все что вы нам здесь транслируете Немного однообразно Даже не немного однообразно А надоело Даже это тяжелая музыка Ну может быть здесь Неуместно слово Импровизация Да Но даже вот в этом жанре Хотелось какого-то развития Его я не услышала Ну я встану на защиту Я считаю что она спела по-своему И спела А как она должна Еще была петь Ну на самом деле Здесь все было Это стильно было Это классно Посмотрите все на Николаса Пожалуйста Внимательно посмотрите Вот человек сидит Нас смотрит на нас И думает Господи я думал аргентинцы Эмоциональные люди Как же я заблуждался Думает Николас Оказывается Русские ребята Я Серегу таким Первый раз вижу Я хочу сказать Что посмотрите Как вы В хорошем смысле Возбудили всю аудиторию нашу Это говорит о том Что вы потрясающая исполнительница Я согласен с Олесей Знаете в чем Что у всех ребят Кто сидит сейчас Вот там вот У них в диапазоне было От отсюда И до суда То есть вот такая Пиковая история Которая на диапазоне На расширении На эмоциях Сначала тихонечко Потом ярко На высоко Эта песня Просто безусловно Она не позволяет У нее нет такой Может быть гармонической Песни Понятно что невероятный хит Самая любимая Из Арии Мне однозначно Но с точки зрения В этом В диапазоне Вам может быть там Не так Получилось раскрыться Как ребята например Раскрылись в их треках Вы потрясающие И мы хотим вам сейчас Подарить все аплодисменты Всей сотни Ну что ж К сожалению Спасибо 74 голоса Не дают вам Возможность Войти в тройку Лидеров Поэтому Под наши бурные аплодисменты Мы прощаемся с вами Алика покидает Ну-ка все вместе Как бы брать Арию На конкурс Ну ты понимаешь Ты несешь Музыкально всех Слушай он же поет Очень У него такой Прямо тонкий тембр Пронзительный А у него он За счет того что она расщепляет Он широкий у него такой тяжелый Почти все претенденты Сегодняшнего отбора Уже себя показали Остался только один Участник Который еще может Сдвинуть всех Лидеров На одну строчку Вниз Возможно ли такое Давайте спросим У самих фаворитов Миша Ты в самой опасной зоне Но я смотрю на тебя У тебя на лице написано У тебя такой пофигизм В тебе столько Легкости Наслаждения Радости Что ты ощущаешь Я просто невероятно рад Вообще находиться сейчас здесь И в такой компании Таких супер талантливых людей Для меня это вообще очень ценно И очень приятно И вас видеть Таких красивых Ярких Это тоже невероятное наслаждение Вот Ну ты красивый яркий Готов к батлу Если что Если что готов Николас Николас Ты занимаешь первое место Как думаешь Получится ли у тебя Пройти в полуфинал Сразу Без батла На самом деле может произойти что угодно Так как все участники очень талантливы Поэтому эта цифра еще не окончательная Я желаю последнему конкурсанту Удачи Альфия Ну мне кажется ты вообще в нирване Это правда Мне так хорошо здесь Я прям балдею Ну что ты готова сразиться за место в полуфинале Ну теперь уже придется Лидеры настроены позитивно Но мы посмотрим на них после выступления Последнего претендента Встречаем Участник Номер Восьмять АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Очень круто Очень классные исполнители Все потрясающе эмоционально Так здорово когда это все тебя затягивает На настоящем Ну конечно конечно И это всегда затягивает Начинается с четвертого Когда уже реально начинается борьба Всем привет друзья Меня зовут Руслан Масюков Мне 40 лет Я родился в Твери Обычный парень из Твери всегда любил петь И делал это в разных настроениях В разных местах Потом это был университет Это были КВН Это были всякие студвесны Потом пошли уже площадки различные Были всякие рестораны, кафе открытые Площадки дни городов и так далее Все те площадки где было очень много людей Зрителей и пришедших на концерты Вот это самое наверное классное выступление Которые запоминаются Потому что такая энергетика Что ты фактически даже не касаешься сцены То есть она тебя поднимает так что ты летаешь Это всегда кайфово Мне нравится когда люди восхищаются Мне нравится когда мне делают комплименты Мне нравится когда меня замечают Да это приятно конечно Но я бы не выбрал бы этот путь тогда Это же вся история сопряжена абсолютно с этими вещами Все артисты они любят внимание Одинок ли я душой? Да и да и нет Я очень люблю когда много людей Когда сцена большая Когда вот этот вот драйв ощущается Вот это самое мое любимое Если я вижу вот реакции человеческие Да если я понимаю что рядом со мной кто-то живой С кем мне хочется пообщаться Я чувствую его когда я нахожусь на сцене Когда я на концерте В большей степени я не одинок Да Здравствуйте друзья Какой голос Ой все Мне кайфово от того что я сегодня здесь И могу Наблюдать Близкие и родные лица Знакомые Всем приятного вечера Голос очень красивый Бархатный прям Меня зовут Руслан В Аргентину не едем В Аргентину едем Но после того как послушаем его Высокий какой слушай Да Высокий да Вот это проник Вообще до пяток достал у меня час Бэйби I love you I love you too Я говорю не надо пить Говорить Николас ты напрягся Это не наверху голосить Это то что мы ждали низкий голос Я встану Я прям привет Я очень нравится Субтитры сделал DimaTorzok 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 время. На таком расслаблоне. Просто. Я сейчас подпевала. Только вот эту строчку. Мы идеально совпадали, потому что мы одинаково чувствуем это время. Прости, но сейчас я прям я злая. Нет, хорошо, не вопрос. Прости, нельзя это делать. Нельзя. Я Мишку люблю очень сильно. И мне тоже очень хочется, чтобы Миша баттлся и все показали свою сильную сторону. И еще раз показались. Но сейчас отпускать вот такого исполнителя нельзя было ни в коем случае. Нет, мы начнем с того, что Миша не мой ученик. Миша может быть моим учителем. Я так скажу. Суть в другом. Когда здесь топили Павловского и Увель, вы гоняли из шоу, вы сидели, я стоял и всегда поддерживал. Вы о чем думали? У вас у всех всегда... Ты решила поменяться местами с ними? Нет, у вас всегда у всех... Мы наоборот учили пять сезонов, мы в принципе все учимся. И я учусь, и вы учитесь. Мы много слышим. Мы на самом деле за время нашего проекта сами так себя подтянули все. Не надо себе оправдываться. Послушайте, у каждого свое мнения. Но у нас и победитель суперсезона тоже сидит. Сергей Павловский. Хочу сказать просто, что для меня всегда очень важно в первую очередь, конечно, как зрителю иметь возможность увидеть то, что меня просто вот прям вот максимально зацепит. И даже когда я с первых нот понимаю, что я встану на этого человека, я жду эту изюминку, которая меня все равно поднимет. Килограмм изюма был. Ну, нет, Сергей, ну понимаете, мы же говорим, у нас же изюм-то у всех разный. Для меня это правда вопрос тембра. И, конечно, вы великолепно владеете своим голосом. Но я сейчас просто слушаю как слушатель, и меня, ну вот это вот... Мне было очень приятно слушать, но прям вот, чтобы мне встать, я вот... Спасибо, спасибо. Удивительно, конечно, от музыкантов слушать такое. Ну, я честно, я не понимаю. Я сейчас хочу дать микрофон, чтобы ты поговорил сам с собой. Максим Пейчев. Приветствую, Руслан. Ну, я первое, что хочу сказать, вот то, что сейчас здесь на стене происходит, я не могу понять, что здесь происходит. Это редкий голос, это идеальное исполнение произведения, это абсолютная уверенность в себе и в своих силах. Музыкальность бешеная. Ты справился просто на все сто. Ты справился идеально. Спасибо огромное. Идеально. Спасибо. Я перед тобой могу извиниться просто за этих людей. Честно. Вот прими мои искренние извинения. Спасибо тебе. На самом деле никаких извинений не должно быть. Друзья, давайте понимать только одно. У нас это музыкальный конкурс. В каждом конкурсе есть проигравший и победитель. Независимо от того, насколько талантливы люди. Талантовых людей огромное количество. Прекрасных, талантливых. Мы сегодня это видим. Каждый из них, который выходит, они талантливы. И каждый сезон, в каждой иногда программе вам всем приходится делать выбор. Поэтому здесь такая ситуация, при которой я считаю, все-таки давайте не делать вот таких вещей, как мы иногда делаем. Начинаем на человека орать и говорить, ты что не встал? Ты что слепой, глухой, ты не слышишь? Да, он не встал. Но здесь 94 голоса. 94 голоса профессионала, которые говорят, что ты прекрасный певец. Ты прекрасный артист. Спасибо огромное. Да, но фортуна сегодня развернулась в другую сторону. Это не фортуна. Это фортуна. Это не фортуна. За пять лет я изучил каждого и поведение каждого. И я прекрасно знаю, кто придерживает голоса. Я вижу это. Не буду сейчас начинать это, но не надо говорить о том, что вот такова фортуна. На данном этапе, к сожалению, налицо придерживание голосов. Руслан, потрясающе. Спасибо большое. В голове держи, что, ну, бывает в жизни несправедливость. И в нашем шоу, к сожалению, тоже. Так случилось, что мы по правилам не можем сначала всех посмотреть, а потом оценить. Поэтому да, как и даже сотни иногда допускают ошибки. Такое бывает. Я признаю это как лидер сотни. Руслан, в любом случае, ты победитель! Спасибо огромное всем, спасибо. Спасибо каждому. Мне очень приятно, что я сегодня здесь. И 94 голоса суперпрофессионалов сказали тебе «да». Руслан Масюков набирает 94 голоса, которых недостаточно для попадания в тройку лидеров. И он покидает юбилейный сезон. Я хочу, чтобы в полуфинале у нас хотя бы такая палитра разная была. У нас просто таких голосов вообще нет. Ну, сейчас наберем мы опять всех этих голосистых диф, либо фолк. И что мы будем там делать? Юбилейный сезон «Ну-ка» все вместе продолжает удивлять. Россия-1 празднует громко, с размахом и надеется, что вы присоединитесь. Приглашаем всех на грандиозный концерт в Москве. Приходите 21 ноября в Крокус Сити Холл. Мы с Сергеем Лазаревым тоже там будем и споем вместе со всеми. По правилам шоу, только двое участников из отборочного тура проходят в полуфиналы. Вокалист, занявший первое место, делает это сразу, без дополнительных испытаний. Ну что ж, поздравляем тебя, Николас! Сегодня это ты! Ты наш победитель, наш полуфиналист. Ну, а за второе место придется побороться. Обладатели второго и третьего результатов сойдутся в вокальной дуэли, чтобы выяснить, кто из них больше достоин полуфинала. Результаты ваших выступлений больше не имеют значения. Сейчас вы будете набирать баллы заново. Мы-то сидим здесь все крутые, все. Но ты не то взял, там не доехал, тут не допел, там. А ведь действительно, это столько просидеть, напряжение связок, и поют просто фантастически. Живем! Напряжение достигло пика, а значит мы готовы к вокальной дуэли, которую начнет обладатель третьего места. Миша Житов! Ну что, Михаил, удивляйте. Удачи. Спасибо. Засыпает синий зурбоган. А за горизонтом ураган. С грохотом и комодом и гамом Путь свой начинает с урбогану. Так, Филигран, опять как красиво. Бивень резкий и косой. И протрогнет юная осоль, осоль. И опять понять не смогут люди, Было это мире, только будет. Два часа, на часа, в день и нас, в день и нашего века. Смотрит девушка с пристани вслед к кораблю. И плечами поводит, озябнув от ветра. Я люблю это время. Безнадежно люблю. Два часа, на часах, в день и нас, в ныне нашего века. Смотрит девушка с пристани вслед к кораблю. И плечами поводит, озябнув от ветра. Я люблю это время. Безнадежно люблю. Что-то плохо, да? Да. Сгинет ночь и день, придет иной. Как волна приходит за волной. Спасибо. Ну что ж, Миша Житов набирает 56 голосов И возвращается на свое место. Посмотрим, чем ответит Альфья Нигматулина. Который достаточно набрать всего лишь на один голос больше. Добрый вечер, Николай. Да. Удачи. Спасибо. Добрый вечер, Николай. Добрый вечер, Николай. Разваливается. Разваливается. Но это плохо. Добрый вечер, Николай. Она сильнее. Здесь там. Добрый вечер, Николай. Добрый вечер, Николай. Давайте. Добрый вечер, Николай. Альфия Нигматулли набирает 71 балл И вырывает победу! Она становится второй полуфиналисткой этого выпуска И мы прощаемся с невероятным Михаилом Житовым Миш, удачи тебе во всем, у тебя все получится Я прошу победителей этого тура выйти к нам на сцену И также я приглашаю сюда лидера сотни Сергея Лазарева Под общие аплодисменты всего зала Знаете, ребят, на самом деле я хочу сказать Что этот проект настолько уникален И на самом деле мы бы с вами нигде не получили такие эмоции Не купили их ни за какие деньги Пускай мы бесимся, ругаемся, орём на друг друга Восхищаемся, плачем То, что происходит у нас здесь Это остаётся самое главное в музыкальной истории нашей страны Очередной отборочный этап подарил нам двух восхитительных полуфиналистов Сергей, скажи, тяжело ли даётся такой выбор сотни? Очень тяжело, я выжат как лимон Я уверен, что каждая из сотни так же эмоционально выжат Потому что конкурсанты нас просто скручивают в бараний рок Решение даётся очень тяжело Понятно, что у каждого свой вкус И телезрители порой могут быть с нами не согласны Мы сами друг с другом порой не согласны Но тем не менее, в итоге я уверен, что победит сильнейший Я поздравляю наших новых полуфиналистов Говорю спасибо нашим прекрасным гостям Чай вдвоём Стас Костюшкин Денис Клявер Спасибо, парни Спасибо, спасибо Взаимно всем Давайте ещё раз поаплодируем нашим полуфиналистам Альфия Нигматулина Николас Рейна Дорогие зрители, через неделю мы продолжим отбор полуфиналистов Присоединяйтесь к нам, чтобы спеть всей страной На самом масштабном народном вокальном шоу Ну-ка, все вместе, люблю вас! Увидимся через неделю! Спасибо, парни Улучши, разве все! Лучше по-хорошему, но вы темно-долго Лучше по-хорошему, но вы темно-долго Улучши, разве все вместе, смеетесь-пределить Продолжение следует...